Жировичская обитель Здесь же застал и эпоху возрождения церковной жизни Когда меня спрашивают об отце Митрофане, Жировичском, схиархе Мандрите Митрофане Ильине Я всегда с такой любовью его вспоминаю Я вот поступал в семинарию, возрожденную в Жировичах, в сентябре 1989 года И до этого я в Жировичах в обители не бывал И вот я переступаю порог Успенского собора Я приехал накануне вечернего богослужения Меня первый, кто встретил, это был отец Митрофан У него было послушание за свечным ящиком Свечечки, записочки, просфорочки Люди, приходившие в храм, в первую очередь видели отца Митрофана Отца Митрофана знали все – преподаватели семинарии, насильники, священники, семинаристы, трудники, которые приезжали в Жировичи на время, паломники Многие ехали в обитель специально, чтобы побеседовать со старцем Отец Митрофан – это был старец, такое есть понятие в православной церковной традиции То есть это духовно опытный, как правило, пожилой священнослужитель, монах Который приобрел опыт, который ему позволяет другим людям помогать не только даже в их духовной жизни Но даже отвечать на важные житейские вопросы Как организовать свою жизнь, какие-то поворотные моменты у каждого человека есть К нему приезжали не только из Белоруссии, ехали со всего Советского Союза Некоторым повезло лично побеседоваться с старцем, некоторым удалось лишь передать записку Отец Митрофан был духовным авторитетом как для советских, так и церковных людей Даже для митрополита Владыки Филарета Каждый раз, как Владыка приезжал на занятия, он приезжал на два дня, в понедельник Он шел в чудотворной иконе, всегда в общении с батюшкой в монастыре, возле священного ящика Потом в келье, и вот это вот общение такое, ну как ты там старец, ты А потом, ну вы там держитесь, ты, вы и Митрофан в свою сторону тоже, то ты, то вы Вот это такое вот взаимообщение было, это не высказать словами Владыка его обнимал, как его причесывал, как он целовал отца Митрофана в лысину Это незабываемые моменты У каждого свой путь к Богу, как правило, за плечами монахов светская жизнь Была она и у отца Митрофана Его путь к вере начался в тяжелые для церкви атеистические годы Светское имя старца Митрофана Николай Ильин Он родился на Дальнем Востоке, но в скорости семья переехала в Тамбовскую губернию После окончания школы Николай отправился в Москву на учебу, поступил в автодорожный институт После получения диплома по распределению в марте 1941 года Николая отправляют в Беларусь на работу В районе современного города Береза он трудился на строительстве военного аэродрома Осовцы В первый же день войны аэродром разбомбили По всей линии фронта было уничтожено более тысячи советских самолетов Многие даже не успели подняться в воздух 26-летний механик Ильин увидел покореженные взрывами разбитые самолеты В перемешку с фрагментами тел людей, с которыми буквально несколько минут назад здоровался за руку Николай выжил чудом Несколько дней он прятался в Оржи, лесах Узнал, что Беларусь оккупирована Спасался у людей 6 января 1943 года, накануне Рождества Николай и Ильина зачисляют в партизанский отряд имени Димитрова Он действовал на территории сразу нескольких районов Косовского, Ружанского, Березовского Первое время Николай был минером, постигал лозы рельсовой войны А уже в августе его назначают командиром подрывной группы Разведчик-диверсант, каждая операция которого могла закончиться гибелью Ведь действовал в тылу врага Десятки раз переходил линию фронта Подрывал железнодорожные составы Громил немецкие гарнизоны Брал языков, добывал секретные карты И узнавал о карательных акциях нацистов Это был человек, который участвовал в специальных операциях Высоко профессионально военно подготовленный человек И те люди, которые знакомились с документами Именно военного времени Знакомились с его операциями, в которых он участвовал Говорили, что это белорусский командос Когда митрополит Филарет покойный посмотрел его личное дело В архиве, так он сказал, да, лихой парень После войны Николай Ильин работал главным инженером Путевых дорожных мастерских в Пинске Затем экономистом в статистическом управлении региона Позже вернулся к родителям Устроился истопником в детский туберкулезный санаторий А в январе 1958-го приехал в Жировический монастырь Через месяц принял первый постриг с именем Георгий Через 6 лет, когда иноку Георгию было уже 49 Его постригли в монаха с именем Митрофат О том, что он ветеран Великой Отечественной войны Для многих стало неожиданным Узнали лишь, когда стали оформлять пенсию Никто из нас вообще не мог подумать, что он был партизаном Что он воевал, что он был в составе диверсионных групп, разведывательных групп Что у него за плечами вот такой путь в эти тяжелые годы Никто не поверил, что Митрофан участник войны Это было так И он не любил рассказывать о войне Наверное, это было больно Как бы ни было тяжело вспоминать военные годы В каждый памятный день на рясе отца Митрофана появлялись медали На митингах среди ветеранов войны был один такой моногерой Разведчик-диверсант Он прожил больше 90 лет Его залогом долголетия был чеснок Всегда носил его в кармане Отца Митрофана похоронили за крестовоздвиженским храмом монастыря И после смерти он продолжает помогать людям На могиле старца часто можно увидеть записки с просьбами О герои войны и воине духа в главном эфире Елена Бормотова и Виталий Селявка